Главные наши квантово-механические программы CastApp, Dmall, OneTap и GALP тоже в нашей группе, хотя он, конечно, не квантово-механический, но все равно интересный пакет. Так, что у нас произошло нового CastApp? Spinorbit coupling. Так, Саша, спинорбитальное взаимодействие, наверное? E, да. E, говорит Саша по-русски. Этот проект продолжается от предыдущего нашего выпуска 2020. По сути, что происходит, все больше и больше возможностей программы CastApp становятся возможными и с спинорбитальным взаимодействием. Можно теперь использовать псевдопотенциалы, сгенерированные во время расчетов, не табулированные, можно рассчитывать оптические свойства, использовать нелокальные функционалы, обмена корреляцией. Господи, сто лет, ну, окей. Что интересно, и CastApp программа сама, и Material Studio интерфейс поддерживают теперь неколинеарные спины в вашей системе. Для того, чтобы разрешить Material Studio работать с неколинеарными спинами, есть диалог Electronic Configuration, где можно сказать, что вас интересует конфигурация с неколинеарной геометрией. Можно задать направление Spin Quantization Direction, то есть куда направлена ось кванатизации. При этом, с точки зрения Material Studio система будет обладать симметрией P1, то есть не будет никакой симметрии, и тогда каждый атом может иметь свое направление вектора спина. Еще что у нас происходит? Новая возможность в CastApp – нелинейные оптические свойства, то есть коэффициент генерации второй гармоники. Эта возможность, в принципе, была в академической версии CastApp, которая доступна была сотрудником профессора Ли, Минсьян Ли, в университете на Тайване. Это было его персональное развитие CastApp. Теперь другой подход становится доступным в официальной версии. В отличие от предыдущей версии, теперь используется формализм линии Респонс. Линейный отклик. Наверное, линейный отклик. Что еще может быть тогда? Спасибо. Так называемая теорема 2n плюс 1, которая позволяет рассчитывать высокого порядка производные. И в результате, с точки зрения пользователей, есть простая возможность на юзер-интерфейсе, на нашем интерфейсе CastApp затребовать нелинейные оптические свойства. Первая статья с результатами для нового материала нелинейного уже опубликована в этом году. Покажу здесь несколько результатов наших, что называется, внутренних тестов. Удостовериться, что то, что мы получаем, имеет смысл. Сравнивая различные функционалы, наши результаты, предыдущие экспериментальные данные для разного типа материалов. Сходимость, в принципе, как всегда в расчетах кантомеханических, важно убедиться в том, что ваши результаты имеют смысл с точки зрения сходимости основных параметров расчета. Например, количество точек в зоне бриллиана, которые вы используете, размер базиса и так далее. Здесь, скажем, для кварца показываем, что для таких свойств, как нелинейная оптика, в общем-то, сходимость достигается очень быстро. Что важно в этих расчетах? Как мы все знаем, функционал плотности, у него есть проблема с запрещенной зоной, то бишь она всегда занижена. И можно применить эмпирическую поправку, так называемые SISIS оперейта, для того, чтобы заставить кастоп работать с правильной запрещенной зоной. И для нелинейной оптики это действительно влияет на результаты. Как мы видим здесь, скажем, для некоторых компонентов результат меняется довольно заметно и становится ближе к экспериментальным. В прошлом выпуске Material Studio в программе OneTap была введена модель Implicit Salvation. Ну, давайте. Неявная растворимость. Да, надеюсь, что и так понятно. Схема оригинальная использует распределение электронной плотности для того, чтобы установить, как меняется восприимчивость растворителя между величиной вдали от молекулы в растворе до величины рядом с молекулой. Есть некое ограничение в том, что можно рассчитывать в этой модели. В частности, с точки зрения кастоп, довольно большое ограничение. Это применимо только к геометрии молекулы в ячейке. То есть это не для кристаллических систем, это для молекулярных систем. С точки зрения интерфейса легко и просто. Есть новое свойство Salvation Energy. Есть некие параметры, которые задают характеристики растворителя. Небольшие тесты мы провели на молекулах, для которых есть экспериментальные данные. Сравнили кастоп и вантеап, поскольку мы можем использовать те же самые псевдопотенциалы в двух программах. Еще раз, вантеап – это оригинальная разработка. Кастоп – это порт той же, по сути, той же программы. Дата база данных НИСТ. Мы видим, что довольно хорошо результаты согласуются в обоих программах и в НИСТ. Рефейс поларизация. Поляризация для объемных материалов – это очень экспериментально трудная характеристика. Характеристика классическая статья Дэвид Вандербилд характеризует ее. Эллюзия в пробе – тяжело добиться каких-то физических результатов, хотя есть экспериментальные методы, которые с ограниченной точностью, но дают какие-то данные. Одна из проблем в том, что эта поляризация, она по сути своей определена с точностью до кванта поляризации. Если мы перемещаем один электрон на одну элементарную ячейку, то, естественно, физически ничего не меняется. И вот именно эта величина и есть квант поляризации. Если кого-то интересуют более подробные изложения так называемой современной теории поляризации, с моей точки зрения наилучший обзор сейчас есть от Николас Полдин. Здесь есть линк к ее статье. С точки зрения Cast-Up есть, опять же, новое свойство – polarization. Можно спросить с интерфейса, можно спросить в скрипте, в Perl-скрипте. Результаты будут приведены в конце файла .cast-Up. Будет ионная, электронная и полная поляризация. В кулонах на квадратный метр. В кулонах на квадратный метр, абсолютно. И, в принципе, это величина, которая при неких усилиях может быть использована для того, чтобы вычислить пизоэлектрические свойства материала. Поляризация очень чувствительна к подробностям геометрии. Оптимизация геометрии должна быть более точной, чем при нормальных расчетах. И то же самое относится к сходимости электронной системы. Несколько примеров. Титанат-Бария приведен как пример в ATK в программе Tutorial. Это наши конкуренты. Есть экспериментальная величина. И ATK и Cast-Up дают результаты очень близкие к этой величине. Другой пример. Танталат-Лития, наверное. Опять же, величина из Cast-Up довольно близка к экспериментальному результату. Не очень первопринципная добавка к Cast-Up. Ну и, по сути, к DML тоже. Недавно была опубликована статья из группы Артема Аганова, где была предложена достаточно эмпирическая модель для коэффициент интенсивности напряжения. По-моему, это называется. Все, что требуется для, так сказать, предсказания этой величины, это поликристаллические модули сжатия и сдвига, которые можно получить из, естественно, упругих, постоянных монокристаллов. Мы это применили к большему количеству хрупких материалов, чем в статье Аганова. В общем, корреляция довольно разумная. Модель не предусматривается как точный результат, но, по крайней мере, дает какое-то представление о том, какие материалы более или менее хрупкие. Эта модель в том виде, как она у нас применена, она действительно для хрупких, то есть ковалентных, юных материалов, для металлических. Для нее нужны достаточно серьезные изменения. Димол и ДФТБ. Здесь мы добавили очень большой новый модуль, называется FlexTS. Что такое FlexTS? FlexTS – это совершенно новый для нас способ поиска, способ характеризации реакции, то, что называется, минимум energy pass. Переходное состояние. Переходное состояние, да. В общем, поиск барьеров реакции и характеризации всех промежуточных минимумов, максимумов. Метод основан на программе OptiM. Программа была разработана за последние, пожалуй, 10-20 лет в университете Кембриджа в группе профессора Дэвид Вейлс на факультете химии. С точки зрения Material Studio, это представлено как минимум energy pass в Димол и ДФТБ модулях. Что происходит в FlexTS? Мы начинаем, как всегда, при химических реакциях с того, что мы задаем начальное и конечное состояние, реактант и продукт. Дальше применяется double-nuched elastic band. Надеюсь, что все и так знают, что это такое. Для меня этого термина в русской литературе еще не было, когда я уехал. Извините. Nuched elastic band дает приблизительное состояние, это переходное. После этого можно его уточнить, используя Eigenvector Following Scheme, как мы все понимаем. Дальше можно сместить атомы от этого состояния на барьере и оптимизировать до локальных минимумов, ближайших к переходному состоянию. Дальше построить полное описание реакции, соединяющие начальное и конечное состояние и все промежуточные минимумы и максимумы. И все это можно повторить. Можно, в принципе, кроме этого полного цикла FlexTS, можно попросить провести только Nuched Elastic Band или только Eigenvector Following. Но проще всего требовать полную картину от FlexTS. А что важно в этих расчетах, я уже упоминал в Castep, очень точные силы. То есть алгоритм очень чувствителен, и поэтому сходимость должна быть существенно выше, чем во многих других способах использования DML и DFTB. С чего начинается такой расчет? Лучше всего начать с документа, который называется 3D Atomistic Collection. Этот документ будет содержать и начальную, и конечную структуру, и дальше FlexTS будет автоматически, по сути, выполнять все остальные задачи. Все, что нужно от пользователя, это ввести разумным способом заданные две структуры. В результате будет много документов. Основной, то, что называется в Material Studio Study Table, это таблица, которая сочетает в себе и геометрии, полученные в расчете, и все характеристики реакции, энергия реакции, барьер прямой-обратный и так далее. И что интересно, тоже в этой таблице есть колонка Computational Settings, в которой собраны все параметры, которые были использованы в расчете, то есть их можно применить для последующих расчетов. По сравнению с предыдущими способами расчета переходных состояний в демол, FlexTS делает в одном пакете все то, что было раньше под названием TS-Search, TS-Optimization, TS-Confirmation. То есть, в принципе, все эти методы по-прежнему существуют и доступны, и работают вполне разумно, когда они хорошо работают. Вот если траектория реакции достаточно сложная, то методы Synchronous Transit, LST, QST могут просто не найти правильного решения. FlexTS – это намного более устойчивая и разумная программа. Несколько примеров. Реакции, в которых водород должен перепрыгивать с одной молекулы на другую. Здесь вопрос был в том, какой на самом деле путь этой реакции. Concerted reaction или много отдельных процессов происходит. FlexTS говорит, что процессы все абсолютно независимые, перепрыгивают атомы один за другим. И результат будет представлен более-менее в таком виде. Давайте я буду немного уже перепрыгивать. Что интересно, при применении FlexTS, здесь, скажем, мы воспроизводили результаты, опубликованные ранее, в 2012 году. Что можно сделать с FlexTS? После того, как вы нашли одно состояние переходное, можно использовать эту же геометрию и заменить в нем молекулу на похожую, скажем, заменить несколько атомов и начать с той же геометрии, сэкономить довольно много времени. И FlexTS правильно предсказывает, скажем, при переходе от одной молекулы к другой, какие именно связи углерода с водородом в первую очередь будут разрушаться на поверхности палладия. Еще один пример, опять же, каталитическое открытие кольцевой структуры на поверхности палладия. Совершенно другое приложение, немножко необычное, миграция границы зерна в графине. Здесь, что мы показали, что это передвижение границы происходит через образование последований и переформирование отдельных дефектов, Stonewell's дефекты в графине. И так вот, шаг за шагом граница может перемещаться. А здесь, что важно, нужно было зафиксировать несколько атомов красных, иначе вся система начала бы двигаться. Что интересно, можно характеризовать реакции с очень низкими энергетическими барьерами. Здесь вращение молекулы бензина над двумя слоями графена. Здесь все взаимодействия вандервальсовы, то есть очень слабые, и барьер, как мы видим, совершенно минимальный. Здесь нужна очень высокая точность расчетов, но тем не менее все происходит разумно. грубо говоря, начиная с этого выпуска Material Studio, все расчеты связаны с химическими реакциями. В DML, DFTB мы рекомендуем проводить, используя FlexTS, а не предыдущие модули. И что важно, что эти расчеты напрямую можно затем использовать с другими программами в Material Studio Reaction Kinetics, то есть можно результаты из FlexTS использовать для расчета на самом деле Reaction Rates, скорости реакции. Ускоряемся. OneTap это опять же программа функционала плотности, которая практически линейная с количеством атомов, что произошло в этом выпуске. Появились целое семейство новых функционалов обмена корреляционных, гибридные функционалы, BIS Relief и все его родственники. Опять же, есть некие ограничения, как правило, когда что-то появляется в первый раз в программе, не универсально применимо. что важно, что все эти функционалы, хотя они и дольше, естественно, считают, чем обычные локальные или градиентно корректные корректированные приближения, тем не менее линейно, свойства линейного скейлин сохраняются и в отношении количества атомов, и в отношении количества CPU, что очень важно для таких расчетов. Как мы видим здесь, для таких больших систем у нас идет суперлиния скейлинг, лучше, чем в идеальном варианте. модели для литий батарей, где важно характеризовать электролит и ионы в электролите. OneTap теперь позволяет ввести напрямую связь с распределением электролита в расчетах. Модели с неявным растворителем, как правило, используют очень мало свойств этого растворителя. Теперь появилась возможность использовать более специфические характеристики. Описано это все в статье прошлого года с авторами. Что на самом деле происходит с точки зрения user interface? Есть просто новый диалог, где вы задаете какие-то свойства электролита. С точки зрения науки распределение этих ионов представлено как скалярное поле и концентрация ионов определяется из решения уравнения Паусона Больцмана. То есть совместно идет расчет квантово-механический функционал плотности для молекулы плюс Паусон Больцман для распределения электролита вокруг этой молекулы. Из этого распределения можно в принципе определить коэффициент активности растворителя или раз молекулы. Или с другой стороны можно использовать экспериментальные значения коэффициента активности для того, чтобы калибровать модель. Здесь пример, как это было сделано в статье, о которой я уже говорил. И последний слайд Галп. Никакой революции здесь не произошло. Материал студия теперь дает допуск к последней академической модели выпуска Галп версии 6. Из того, что появилось нового на интерфейс можно использовать жесткие молекулы и для оптимизации структуры и для расчета свойств. Рассчитано для моделирования сложных молекулярных кристаллов фармацевтического направления. И появилась новая библиотека параметров для опять же электролитов в литиевых батареях Solid Electrolyte Interface SEI для характеристики таких процессов. Вот и все.